Олег, первый вопрос, который хотел бы задать. Когда вы в первый раз узнали татуировки и почему вас это заинтересовало? О татуировке я узнал, наверное, в третьем классе. Не, наверное, а в третьем классе. Заинтересовало, потому что был сделан небольшой крестик у моего отца на пальце. И, соответственно, отец в авторитете, и мне хотелось бы подражать ему. Вот. И в третьем же классе я пытался наколоть себе иголку, обычной иголкой швейной, при помощи гелевой пасты, наколоть такой же крестик на пальце. Но было очень больно. Почти что потерял сознание. Вот. И перестал это делать в последующем. Дальше уже, ну, наверное, это отпечаталось в моей памяти. Вот. И интерес остался. И в восьмом классе, придя в школу, я увидел своих друзей. Это было начало учебного дня. Увидел, что они смотрят учебник по татуировке. Там написано было, как собрать свою машинку и начать татуировать. Собственно, я попросил у них этот учебник, развернулся и пошел домой собирать свою первую тату-машинку. Понял. То есть это был день Икс. День Икс. До старта. Да. Я могу сказать, что это день отчета того, когда я решил стать татуировщиком. Мне это очень нравилось. Вот. Мне нравилось рисовать. И, соответственно, это был один из способов изобразить что-то на теле человека. А сколько лет назад вообще это было? Вот именно день, когда вот вы... Это было лет, наверное, 15 или 16 назад, когда я решил стать татуировщиком. Да. Большой путь. А как, то есть, как вот вы вообще учились делать тату? То есть, грубо говоря, по учебнику или использовали там сразу человека, что вы рисовали? Поначалу, конечно, я использовал учебник, чтобы собрать свою машинку. Знаний у меня никаких не было, как это делать и как к этому приступить. Но учебник был так себе, конечно, сейчас его лучше не использовать. Вот. Ну, там была показана примерно техника нанесения. Вот. Я ее использовал, сделал себе закорючку, который, можно сказать, жалею. Вот. И сейчас сверху нее у меня есть татуировка. Она сделана практически вся по кругу. Но эта татуировка, первая, она так не закрашена. То есть, я так с ней хожу. Вот. И учился я сначала на себе, потом на моих друзьях. Потом на знакомых, друзей. Ну, и так далее. Все ясно. А вообще, страшно ли делать татуировку? Страшно для кого? Ну, наверное, в первую очередь для того, кому делаешь. То есть, это же вроде как на всю жизнь. Ну, для человека возможно. Если он осознанно к этому подходит, если он хочет получить хороший результат, и если татуировка делается впервые, то страх присутствует. Вот. И на моей практике люди, приходящие ко мне и делающие уже не первую, не вторую, не третью татуировку, все равно испытывают какое-то волнение. Волнение перед обновлением своего тела. Вот. Я спрашиваю людей, что они чувствуют после татуировки, после сеанса. И большое количество отвечает, что чувствует как бы прокачку в себе, обновление, дополнение чего-то. И это тоже волнующий. Это как бы новый аксессуар для твоего тела, для человека, который решил сделать татуировку. И я думаю, что ответить на этот вопрос, может так, что страшно. Но степень страха у всех разная. Ну, то есть, грубо говоря, татуировки – это какие-то дополнительные эмоции, да, которые человек приобретает. Но это какой-то символ, знак, да, который следует по ним по жизни. То есть, как вообще люди обычно, с какими приходят примерами татуировок? Или как вообще процесс подбора татуировок происходит? Всегда по-разному. Есть те люди, которые хотят просто татуировку сделать. Есть люди, кто хочет запечатлеть в виде татуировки какой-то отрезок времени на себе. Кто-то – снять депрессию, стресс. То есть, это всё помогает. Боль помогает, наверное, сжечь свои негативные эмоции. Не знаю, как правильно это выразить. Какими навыками нужно обладать? То есть, сложно ли вообще делать татуировку? Татуировку делать легко. Когда ты её умеешь делать. Когда ты не знаешь, как это начать, как что выполнять, какие шаги сделать, соответственно, это сложно. Но когда ты разберёшься во всём этом и поймёшь, какие конкретные действия нужны для того, чтобы сделать качественную татуировку, то можно сказать, что это легко. Можно ли назвать нанесение татуировки – это как искусство? То есть, есть нанесение на картины, есть на машину что-то ещё. Сама татуировка. Картины, само искусство – сложное понятие значения самого слова. Искусством, я считаю, это создание чего-то нового, отражение внутреннего мира человека, происходящее. То есть, это создание чего-то нового, уникального. Если рисунок на коже является таковым, то я думаю, что это можно назвать искусством. Потому что человек, который хотел бы отразить свой внутренний мир или отношение к миру, он может использовать не только татуировочную машинку, а различные виды изобразительных материалов – это краски, карандаши и всё остальное. То есть, чем угодно можно рисовать. И можно назвать искусством татуировку тогда, когда она создаётся с нуля и когда она уникальна. Если же это просто рисунок, то, соответственно, это обычное ремесло, но ремесло также кто-то делает хорошо, кто-то делает плохо. И нужно знать своё дело, чтобы получился хороший результат, будь это искусство или просто ремесло. Как привлечь первых клиентов, при том, что ещё и самому страшно, и нужно сделать так, чтобы первые клиенты уже были довольны? Чтобы начали заверять. Как вообще найти, как начать диалог с клиентом? Ну, первый шаг, какой мог бы быть, это твои друзья. Друзья тебе доверяют, они тебя знают. Ставьте, ты живёшь. Ну, первый шаг мой, первые шаги были друзья. Рассказать тем, кто меня знает, тем, кто мне доверяет. Сказать, что я вот такой, хочу научиться татуировать, но вот у меня сейчас такие науки. Ну, и найдутся те, которые согласятся. И дальше уже по нарастающей друзья придут своих друзей, остальные других. И таким образом придут уже незнакомые люди, с которыми можно пообщаться и взимать за это плату. Ну, и за друзей это можно делать. Но в начале пути это можно сделать и бесплатно для понятия того, как это происходит. И первые клиенты – это могут быть друзья, знакомые, родственники, родители. Ну, то есть есть какие-то первые, допустим, более простые варианты татуировки, которые можно освоить достаточно быстро и сделать качественно. То есть сразу, как бы, следуя рекомендациям, можно нанести человеку. Правильно я понимаю? Или можно потренироваться на чём-то ещё? Ну, изначально вообще, чтобы понять суть, технику, можно использовать искусственную кожу, искусственную резину силиконовую. Просто для того, чтобы понять, как это происходит. Но на практике, может быть, человек может осваивать и быстро технику, и долго. Я знаю тех людей, которые за короткий промежуток времени пришли к, ну, довольно-таки неплохому результату. Вот. И знаю тех, которые татуруют там по 15 лет. И они как делали, так и делали. То есть нет прогресса. Важно хотеть развиваться и, ну, любить то, что ты делаешь. Тогда очень быстро можно прийти к хорошему результату. Ну, да, как и в любом деле. Можно быть фанатом того, что ты делаешь. Я знаю, что вы работаете за рубежом. Как у вас удалось выйти на зарубежного клиента? Изначально, ну, нужно было бы пожелать поехать за рубеж и найти себе место работы. Я спрашивал знакомых, товарищей, татуировщиков, как это сделать. Ведь однозначно ответа ни у кого не было. И я просто тупо начал гуглить, находить в студии, писать им. Ну, кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Принять меня. Среди татуировщиков, можно сказать, принято, да, обмениваться опытом, путешествовать, ездить, быть гостевым мастером. Вот. И студии можно найти при помощи, ну, поиска в гугле, при помощи фейсбука. Есть специальные группы. Об этом я узнал относительно недавно. Тоже никто мне не говорил из тех ребят, кто путешествует. В последствии я уже увидел, что они состоят в этих группах. То есть группы, которые направлены на то, чтобы найти гостевое место за рубежом. Студии, которые хотят найти мастера, они также размещают свои объявления. И таким образом каждый находит то, что он хотел бы найти. Вот. И по поводу клиентов в этих студиях тоже вопрос, не знаю, как это ответить. Они могут быть, и их может быть не быть. Все зависит от твоего уровня, от уровня татуирования. Вот. Много людей в Европе, которые работают, они делают не топового уровня татуировки, но они востребованы. Ну, и здесь хотелось бы тогда спросить, что вас может быть раздражает татуиндустрии, или какую пользу вы хотели принести, или может быть оставить какое-то наследие. Ну, по поводу раздражения, ничего такого меня не раздражает. И было бы хорошо, если бы было больше производителей, отечественных производителей, расходных материалов, татуоборудования. На данный момент все это зарождается, развивается. Почему хотелось бы сделать так? Потому что на данный момент большинство татуировщиков используют зарубежные расходные материалы. По стоимости они сопоставимы, если купить их за границей и здесь, они стоят одинаково. Но татуировщик в Европе, допустим, зарабатывает там в 5 раз больше стоимость татуировки, чем в России, если брать обычного рядового татуировщика. Соответственно, у нас сумма заработка меньше, чем там. И для нас это дороже покупать. Но работать плохими материалами уже не хочется, потому что невозможно достичь хорошего качества, используя там китайские расходные материалы и неизвестных производителей. Соответственно, в тату индустрии хотелось бы, чтобы развивался внутренний рынок и создавалось новое оборудование, которое смогло бы конкурировать с зарубежными производителями. Олег, ну давайте тогда подытожим, а правильно ли мы поняли, что совершенно любой человек может научиться делать татуировку и открыть свой бизнес? Да, ты правильно понял, что при большом желании можно открыть и тату студию, и стать татуировщиком. Важно, соответственно, поставить перед собой такую задачу и прийти к ней. Продолжение следует...